По поручению главы региона Александра Осипова, предприниматели рассмотрели возможности газификации за Байкале. Взглянули на газовые технологии с другого угла, с другого ракурса, и удалось увидеть, что, оказывается, газификацию регионов, испытывающих трудности с доступом к природному газу, можно реализовать по иным совершенно технологиям, который не требует колоссальных капитальных и финансовых вложений, который, в первую очередь, не требует наличия, собственно говоря, самого газа, как не абсурдно звучит. Идею подключения к сотовой газовой сети обсудили на очередном заседании Забайкальской торгово-промышленной палаты. Сотовая газовая сеть не требует многомиллиардных вложений в подвод газовой трубы. Сырье будет закупаться в сжиженном виде и перерабатываться уже на месте. На первых этапах использоваться будет все тот же пропан-бутан. Предприниматели надеются сработать по нестандартной схеме, обеспечить Забайкалья не поставщиками, а потребителями. Со временем добиться подключения к газовой сети для перехода на природный газ или даже начать разработку газа из биологических материалов или мусора. Привезти к нам сюда природный газ, то есть трубопровод, не представляется возможной, потому что у нас нет сетей, то есть нет потребителя в крае достаточного количества, чтобы привезти сюда газ. А сети мы не можем строить, потому что у нас нет газа. И вот эта вот вилка, получается, не дает возможности развитию данного направления в нашем регионе. На данный момент в Чите, ближайших поселках, насчитывается 13 тысяч домов, которые отапливаются твердым топливом. В воздух ежегодно поднимается несколько тонн вредных веществ, которые образуются в процессе сжигания угля. Учитывая, что количество частных домов только растет, экологическую ситуацию в городе не решит ни одна лесная зона. Перевод частного сектора на отопление газом позволит сократить вредные выбросы и сделать воздух чище. Более того, подключение к газовой сети стоит дешевле, чем передовая твердотопливная система и во многом облегчит жизнь хозяина. Мы писали для тех, кто стал быть рабом своего дома. И вы просто не представляете, какой отклик на этот слоган. Почему? Потому что человек, по факту, в теории, покупает дом для того, чтобы стать хозяином своего дома. Огурчики туда-сюда уйти от проблем ЖКХ. А по факту приходит к рабству, к зависимости от своего котла. Несколько десятков частных домов уже на протяжении пяти лет отапливаются по такой технологии. На данный момент готова схема отопления целого микрорайона Добротный. Для обогрева многоквартирных домов будет рассмотрена котельная машзавода, которую планируют перевести на синтетический газ. Необходима только поддержка правительства. Сегодня хотелось бы услышать на самом деле, насколько оно им интересно. Для этого и проводили встречу, чтобы все заинтересованные органы услышать их мнение, услышать их предложения, услышать их замечания, возможные корректировки. Но не состоялось, как вы видели, не было тех ключевых органов со стороны администрации, со стороны органов государственной власти края, которые бы могли погрузиться в эту тему. Предприниматели надеялись на поддержку правительства края, однако из приглашенных гостей на заседание пришел представитель одного Министерства природных ресурсов. Министерство территориального развития и Министерство финансов энерговооруженностью Забайкальского края, видимо, не заинтересовались. Иван Тимофеев, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ